Любители охоты из стран Балтии хрипели и мычали в битве за звание чемпиона по имитации рёва оленей. Здесь собрались участники из Латвии, Литвы и Эстонии. Судьи сидят за ширмой и слышат только звук. Оценивают рёв в нескольких категориях. Среди них звуки, которые издают молодые олени, олени-победители после битвы, олени во время гона, а также доминирующие олени, стоящие рядом со стадом. «Во время настоящей охоты зовёшь совсем по-другому, чтобы заманить животное и убить его. Здесь рёв звучит так, чтобы зрителям было интересно и понятно». «Если знаешь особенности каждого вида рёва, тогда знаешь, как его представлять. Не только для зрителей, но и для жюри. У каждой категории своя история. Нужно учиться». Это уже седьмой ежегодный конкурс. По словам организаторов, он продолжает набирать популярность. В этот раз приехало 23 участника. При этом все должны были соблюдать строгий дресс-код. Он включает традиционную охотничью одежду праздничного сезона. «Лучший приз ждёт меня не здесь, а в лесу. Если удаётся найти, позвать и на самом деле убить оленя, то это для меня золотая медаль. Очень увлекательно, когда можешь говорить с животными в лесу и понимать, что ты говоришь, а также, что они отвечают. Приезжаю я и все мои коллеги. Мы не просто говорим с оленями. Мы говорим с волками, косулями и другими животными. Это очень помогает в охоте». Примечательно, что конкурс проходил почти в полнейшей тишине. Слышно было только рёв. Участникам не разрешалось общаться со зрителями или разговаривать друг с другом. Сигналом к началу выступления было поднятие шляпы. Победил в соревновании участник из Латвии. Он примет участие в чемпионате Европы по рёву оленей, который пройдёт в следующем году в Польше.